решать этот вопрос перед поступлением или переводом на этот вопрос ответить очень а есть дополнение к этому вопросу нужно ли до конца терпеть выбранное по ошибке направление сразу скажу на последний вопрос ответ отрицательный если вам не нравится то чего вас учат это означает что это обучение будет неэффективным и значит вам не нужно не нужно этому учиться потому что это вредно бесполезно нужно ли перепоступать куда-то или нужно переводиться это другой вопрос в каждый момент времени думайте над тем что вам интересно что у вас получается какую карьеру вы хотите делать и так или иначе искать лучшую из тех возможностей которые вам доступны глеб краснюк спрашивает объективны ли рейтинги университетов сразу скажу что рейтингов университетов много результаты результаты этих рейтингов немного отличаются но на самом деле не так уж сильно отличаются особенно если вы концентрируетесь на отдельных дисциплинах например ринат уча спрашивает меня про лучшие экономические вузы в европе есть целый ряд рейтингов есть рейтинг юэс по направлению экономика эконометрика есть рейтинг тилбургского университета лучших phd программ есть исследовательский рейтинг веб-сайта ритак research papers and economics и во всех этих рейтингах вы видите что в европе если включать в европу если включать в европу великобританию лучшие вузы это английские вузы соответственно лондонская школа экономики оксфорд и кембридж парижская школа экономики в некоторых в некоторых рейтингов является одним из лучших вузов или лучшим вузов это самый большой вуз в во франции самый большой из самых хороших вузов во франции есть особенно барселонская школа экономики это сотрудничестве между университетом помпео фабра и некоторыми другими вузами это безусловно сеанс по тулузской школы экономики несколько немецких вузов несколько вузов бельгии несколько вузов швеции и так далее но и в нидерландах на самом деле в европе много хороших вузов но безусловно самые лучшие вузы по экономике это частные американские вузы и может быть пара государственных вузов таких как университет беркли университет в лос-анджелесе в висконсине в мичигане насколько эти рейтинги университетов вообще объективно так или иначе они основаны либо на количественных оценках сколько вас нобелевских лауреатов публикации цитирование и так далее и или на опросе специалистов каждый из них каждый из этих рейтингов в отдельности может ошибаться но в сумме так как эти рейтинги дают более менее одинаковую картину то конечно же конечно же в сумме они более-менее объективны и эти рейтинги так или иначе дают картину которая примерно соответствует нашему пониманию того как устроено качество сравнительное качественное образование если в одном рейтинге вы видите что вуз занимает пятое место в другом двадцатое это не означает что один рейтинг лучше а другой хуже это примерно уровень ошибки неточности такого рода рейтингов но вряд ли вы увидите рейтинг в котором один вуз занимает пятое место в другом рейтинге тот же самый вуз занимает 500 место если оценивается одна и та же дисциплина это мало маловероятно меня спрашивают какие тренды происходят в университетском образовании какие изменения происходят содержание университетских программ изменения в преподавателях и студентов в каком направлении движется образовательная среда в европе америки китай на глобальном уровне это вопрос от александра кузянина эрикса варпа говски спрашивает будет ли больше международных кампусов у западных университетов в развивающихся странах сразу скажу что это безусловно происходит и такого будет еще больше спрос на образование по всему миру будет расти и в развитых странах и в развивающихся странах особенно на качественное образование поэтому западные вузы будут так или иначе привлекать студентов к себе преподавать онлайн и открывать свои подразделения в развивающихся странах в целом во всей образовательной системе идет очень много экспериментов и главное направление этих экспериментов заключается в том чтобы помогать студентам улучшать свою связь с рынком труда заниматься инновациями как в бизнесе так и в сфере господинга